Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня, как и обещал, первое видео из серии «Как тренироваться с бодибилдерами», который нам помогает, подсказывает, рассказывает свои секреты, Густаво Бадова. И сегодня мы поговорим с вами о технике жима лёжа. Жим лёжа именно в бодибилдерской технике. Как выполнять жим лёжа для того, чтобы были задействованы грудные мышцы. Кстати, будет полезно для тех, у кого проблемы с плечевым суставом. И начнём мы с вами со всеми вами, нами, качками и пауэрлифтерами любимого жима лёжа. И будем говорить о правильной технике жима лёжа именно для парня, бодибилдера, культуриста. Того, кто хочет нарастить грудные мышцы. И того, кто хочет исключить из работы максимально переднюю дельту и трицепсы. Густаво как раз-таки на этом акцентирует своё, моё, наше с вами внимание. Необходимо исключать из работы максимально работу трицепса и передней дельты. Сделать это, конечно, полностью не получится. Но минимизировать это возможно. И данная техника, о которой мы с вами будем говорить, о которой нам с вами расскажет Густаво, будет крайне интересна. Я когда-то раньше слышал, немножечко подзабыл об этом, но о правильном положении локтей, я думаю, все из вас знают, что руки должны быть чётко в стороны направлены, чтобы максимально задействовать грудную мышцу. Но вот амплитуда движения должна быть немножечко своеобразной. Кстати, как раз-таки именно эта амплитуда позволяет минимизировать нагрузку на плечевой сустав. Я почувствовал это сам именно во время работы. Посмотрим, что будет после самой работы. Смотрим и учимся делать данную технику. Техника, в принципе, проста. Чем она отличается от обычного жима, который делает большинство? Во-первых, нужно выбрать хорошее положение кистей на грифе. С чем это связано? Связано это как раз-таки с тем, что если очень широко возьметесь, то передняя дельта будет включаться максимально. И смотрим, куда нужно опускать гриф штанги. Максимально низко. Не то, что на низ грудных, а практически на верхнюю часть абдоминальных мышц, мышц пресса. А выжимать ее нужно как раз-таки над головой, на уровне шеи. Что же происходит у нас с вами, когда мы жмем в нашем с вами любимом стиле, как можно больше пытаясь поднять вес? Я тоже этим страдал и страдаю, как и все. Но вы знаете, что из-за того, что мои плечевые суставы вывернутые, требуют операции, требуют вмешательства. Я не могу выполнять жим лежа, по крайней мере, я так думал, не мог. Я очень сильно потерял в рабочих весах. Почему-то это не произошло в гантелях. В гантелях я так же, как и жал, так и сейчас могу жать под 70 кг. Но вот штангу в 160-170 кг, обычно привычную для меня, я сейчас не осиливаю. Просто не дает плечевой сустав. Но в данной технике, обратите внимание, опускаем вниз, на низ грудных, наверх пресса, выжимаем над собой. Вес практически не важен. И что интересно, о чудо, я прочувствовал, и вы тоже это прочувствуете, нагрузка бьет прямо в грудные мышцы. Бьет прямо, подрезая низ грудных и затрагивая вверх грудной мышцы. К чему мы все с вами стремимся? Мы же помним, да, что кто-то умудряется прочувствовать грудные мышцы вверху, кто-то нет. Но, когда нам профессионалы с вами говорят о том, что техника важнее веса, конечно же, это касается в первую очередь химического бодибилдинга, но, тем не менее, натурал тоже получит от этого пользу. Почему? Все очень просто. Техника позволяет направлять нагрузку исключительно в работающую мышцу. О чем говорит Густаво? О том же, о чем говорил вам всегда и я. После тренировочная боль не показатель того, что вы хорошо прокачались или плохо. А вот работа под нагрузкой, когда вы чувствуете в мышцах сжение, когда вы чувствуете, что работаете не за счет силы притяжения, гравитации, а именно за счет работающих мышц, мы с вами и получаем отдачу от нашего тренинга. Друзья, не забывайте, очень важно чувствовать работающую мышцу под нагрузкой. Данная техника позволяет нам с вами контролировать опускание веса не за счет, как я уже говорил и говорю постоянно и буду говорить, того, что сила гравитации действует на штангу, и вы ее просто опускаете. Нет. Данная техника как раз таки заставляет вас работать мышцами в негативной фазе, то есть когда вы опускаете штангу, точно так же напрягая мышцы, как и в позитивной, когда вы ее выжимаете. Не забывайте, еще Дориан Яц говорил о том, что негативная фаза движения крайне важна и важнее позитивной. Мы растем как в силе, так и в массе, только когда мы с вами не игнорируем негативную фазу. Игнорируя фазу опускания веса, мы с вами теряем больше, чем 50% от тренировочной нагрузки. Это недопустимо. Смотрите, опускаем как можно ниже, для этого нам приходится концентрироваться и поднимаем над собой. Крайне важно соблюдать данную технику, если вы хотите чувствовать, как работают ваши мышцы. Если вы хотите получать отдачу, если ваши плечевые суставы имеют проблемы, если вы не хотите получить проблему с плечевым суставом, Густаво обращает на это особое внимание, постоянно говоря и направляя меня на то, что я должен ментально концентрироваться, на то, что я должен чувствовать работу мышц под нагрузкой. Не важна так сильно составляющая именно веса штанги, как прочувствовать технику. И не спешите нагружать штангу большим весом. Работайте над техникой, пока вы не будете уверены, что она записалась вам на подкорку. Только тогда можно потихонечку добавлять вес на штангу. Только тогда вы действительно будете чувствовать, что рабочая нагрузка целиком и полностью ложится в работающую мышцу. Это касается не только грудных мышц, это касается всех мышечных групп. Мы с вами потихонечку от подхода к подходу будем повышать рабочие веса. Посмотрим, насколько с большим весом сегодня удастся поработать. Густаво работал, я задал ему вопрос, в лучшие свои годы с пятью дисками с каждой стороны на девять повторений. Сами можете посчитать, какой это вес. Друзья, концентрируемся. Концентрируемся над техникой. И не забываем, что натурал должен в первую очередь отталкиваться, конечно же, от повышения рабочих весов. Но это не значит, что нужно бездумно кидаться на вес, без разминки, каждый раз пытаясь увеличить свои силовые показатели. Нет, увеличивать свои силовые показатели нужно первые годы тренинга, когда мы с вами должны стать сильнее, чтобы потом наращивать мускулатуру. Кто бы что ни говорил, без солидных весов не будет и солидных мышц. А когда вы осилите определенные силовые нормативы, которые есть в моих статьях ступени, кстати, ступени для новичков совершенно бесплатно на моем сайте hmgym.ru, расписаны на два года вашего тренинга. Не игнорируйте их. И вы узнаете, когда вам нужно переходить уже непосредственно на билдерские качковские тренировки. Вот тогда и нужно включать в свой тренинг периодизацию. И каждую новую тренировку на одну и ту же мышечную группу нужно проводить по-разному. Виктор Силуянов не зря говорит о том, что у нас есть как минимум три типа мышечных волокон. Не как минимум, а три типа мышечных волокон. Если касаться именно данной точки зрения, именно данной классификации мышечных волокон, гликолитические, окислительные и промежуточные, то мы можем с вами и должны строить свой цикл тренинга, именно прокачивая, тренируя все типы мышечных волокон. А каждый из этих трех типов тренируется совершенно по-разному. Я задал вопрос Густава. Кстати, этот вопрос произвучал от одного из подписчиков. Сколько времени отдыхать между подходами? Густава обратил внимание на различия меня и Сергея, к примеру, моего ученика. Мы весим по-разному. У нас разная сила. Мы работаем с разными весами. И вот, друзья, как и говорил Дориан Яц, я уважаю Дориана Яцца, вы знаете, необходимо отдыхать столько, сколько вам нужно. Не забывайте, бодибилдинг – это не аэробика. Мы не гонимся с вами сделать все быстрее. Мы не занимаемся глупостями, как в кроссфите. Мы должны дать себе отдохнуть. И, в принципе, что я всегда и делал, и советовал вам, это нужно обращать внимание на восстановление своего дыхания. Дыхание, в принципе, показатель того, готовы вы к следующему подходу или нет. Чем больше вес и на большее количество повторений, соответственно, любой здравомыслящий человек понимает, что нужно больше времени отдыха. Густава и говорит, что в разминочных подходах ему и всем нам требуется меньше времени на то, чтобы восстановиться. А когда мы работаем уже на полную катушку, естественно, время отдыха может затянуться и за три минуты. Поэтому, друзья, здесь все индивидуально. Не торопитесь, не спешите. Чувствуйте свой организм, чтобы не навредить ему. Главное – чувствовать технику. Сейчас Густаво обращает внимание на то, что многие сутулятся. И сутулятся даже, когда работают с весом. Нет, нужно развернуть грудную клетку, нужно соединить лопатки вместе, как, в принципе, это делают пауэрлифтеры. Тогда вы не рискуете получить травму. Все суставы застрахованы, и мышцы, и связки, и сухожилия находятся в удобном, выгодном положении для того, чтобы показать максимальную эффективность. Для того, чтобы вы могли максимально сконцентрироваться на мышечной работе. Тоже не игнорируйте этот факт. И будет тогда всем нам и вам счастье и здоровье. А здоровье – это то, что не купишь, поэтому в первую очередь нужно нам с вами думать о нем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, я думаю, видео было вам полезным. Чтобы подытожить, представим, что я лежу на лавке, и вы смотрите на меня сверху. Обратите внимание, локти должны расходиться в стороны, но опускать вес мы должны на начало живота, не на грудные мышцы, а выжимаем по дуге над головой. Вот техника, при которой будут работать грудные мышцы, исключительно грудные мышцы. И снижаться нагрузка с переднего дельтоида и с трикцицем. Кстати, меня часто спрашивают, где покупать гормоны, где покупать гормон роста. Все это смотрите в описании к данному видео. Я выложу ссылки ребятам, которым я доверяю, и вы можете смело заказывать там любые препараты. Всем пока! Увидимся в следующий раз. Не забывайте писать комментарии, не забывайте оставлять вопросы в комментариях. Для меня, для БАДЛа мы на все обязательно ответим. Всем пока! Увидимся в тренажерном зале. Субтитры сделал DimaTorzok